И заодно я хочу вам показать особенности, когда ссылка действительно рабочая, а когда она не рабочая. Вот в данном случае, посмотрите, это показывается очень хорошо именно в документе Word. Почему? Советую вам все тексты ваши, особенно на первых порах, когда у вас еще не очень много опыта, набирайте, пожалуйста, в Word документе. Почему? Потому что вам будет видно все нюансы вашего текста. Советую вам обязательно, чтобы вот эта кнопочка была нажатая, именно вот в таком виде, потому что в противном случае особенности текста вашего не будут видны. Вот, например, смотрите, я сейчас выключу эту кнопочку, то есть нажму на нее еще раз. Видите, она теперь перестала быть активной. И пропали здесь все знаки. Здесь сейчас виден только текст. Вот поэтому обязательно нужно нажимать вот эту кнопочку для того, чтобы показать непечатаемые знаки. Эти знаки не печатаются. Их видно не будет. Эти знаки нужны для того, чтобы вы могли свой текст сразу отредактировать правильно. Так, чтобы было лучше видеть. Посмотрите, между словами стоят точки, но эти точки не внизу, как вот здесь в этом случае, а эта точка посередине. Эта точка означает пробел между словами. И вот как раз пробел – это одно из условий работы ссылки. Что такое ссылка? Ссылка – это адрес сайта в интернете. Начинается она, как правило, вот с этих букв – http, двоеточие и два слэш. Вот эти наклонные линии называются по-другому слэш. Вот когда фраза начинается, записана английскими буквами, и вот начинается вот с этих вот букв – http, понятно, что это ссылка. Но вот в данном случае эта ссылка не рабочая. Почему? Вот как раз на вордовском документе можно легко определить, работает ссылка или нет. Что для этого нужно сделать? Для этого надо соблюсти некоторые условия. Вот одно из этих условий. Здесь между словами есть пробелы. В ссылке пробелов быть не должно. Вот это вы должны запомнить четко. Это первое условие. Во всей ссылке пробелов быть не должно. Могут стоять точки, могут быть нижнее подчеркивание, может быть тире стоять. Но просто пробелов, вот таких вот, быть просто не должно. Иначе ссылка не работает. Вот это первый признак, первое правило, которое вы должны знать. В ссылке пробелов нет. И второе условие. Перед началом ссылки и после окончания, после ссылки, обязательно должны быть пробелы. По одному причем пробелу. Потому что если впереди будет два пробела или три пробела, эта ссылка может не работать, когда вы ее поставите в браузер. Как сейчас мы делаем? Мы просто копируем эту ссылочку, правда? Ctrl-Copy. Вставляем ее в браузер. Ctrl-V. Ну, браузер здесь умный. Он просто выкинул предыдущие наши пробелы. Но это не везде так. Не везде, не на всех сайтах и не на всех конструкторах это работает. И очень часто, когда мы ставим ссылку, если в этой ссылке есть впереди лишние пробелы, ссылка работать не будет. Вот это помните тоже четко. То есть впереди должен быть только один пробел у ссылки. И сзади тоже должен быть пробел один. Причем, когда ссылка рабочая, вордовский документ ставим пробел. Посмотрите. Вот теперь ссылка рабочая. То есть вордовский документ сразу рабочую ссылку перекрашивает в синий цвет. Почему? Потому что сразу распознает по тем признакам, которые я вам сказала. То есть во всей ссылке пробелов нет. Пробел до ссылки и пробел после ссылки. И тогда ссылка становится рабочей. Вот это особенности ссылки. Помните об этом, пожалуйста. И не забывайте ставить вот этот знак непечатаемый. Тогда вам будет проще гораздо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...